Азербайджанская республика Мы сегодня с позиции этого стратегического партнерства рассмотрели все сферы наших двусторонних отношений, обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, сотрудничеству в многосторонних организациях. Мы подчеркнули всеохватывающий характер нашего взаимодействия, тон которому задают президенты, трудно переоценить значение их регулярного доверительного диалога. И в этом году такое общение тоже проходит регулярно. Мы подчеркнули удовлетворение с обеих сторон тем, как выполняются договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне. Это касается и экономической, и гуманитарной сферы, контактов по линии Советов Безопасности, других министерств и ведомств, контактов между парламентами двух стран. Россия один из ведущих внешнеэкономических партнеров Азербайджана. В прошлом году товарооборот превысил 3 миллиарда долларов. И ход выполнения решений предыдущего заседания Межправительственной комиссии недавно в ходе видеоконференции обсудили ее сопредседателя, вице-премьера Верчук и Мустафаев. Мы отметили, что в первые месяцы 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот не только не просел, но даже немножко, но все-таки устойчиво вырос. Весомый вклад в углубление двусторонних отношений вносит межрегиональные, приграничные обмены. Несколько десятков российских регионов сотрудничают с Азербайджанской республикой, имеют партнеров, устойчивые связи. Говорили в этой связи об Астраханской области, с губернатором которой я совсем недавно встречался. И мы передадим конкретные предложения об углублении связи между Астраханской областью и ее партнерами в Азербайджанской республике. И, конечно же, доброй традицией стало проведение межрегиональных форумов, очередной из которых состоится до конца года в Азербайджане. Важнейшим фактором укрепления доверия и взаимопонимания между нашими народами являются культурно-гуманитарные связи. В прошлом году успешно прошли Дни России в Азербайджане. В этом году, в зависимости от состояния дел с борьбой против инфекции, мы определим даты Дней Азербайджана в России, Дней культуры Азербайджана в России. И, конечно, мы очень ценим бережные отношения в Азербайджане, народа и руководства страны к русскому языку, к русской культуре. Очень хороший потенциал в сфере образования. В Баку уже 11 лет успешно работает филиал МГУ, а с 2015 года филиал Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Развиваются связи между другими высшими учебными заведениями, в том числе между МГИМО и Дипломатической академией Азербайджана. В частности, они реализуют программу выпуска студентов с двойным дипломом. И сегодня мы также обсудили, как я уже сказал, международную региональную повестку дня. У нас совпадение позиций или близость позиций по большинству ключевых вопросов международного сотрудничества и международной деятельности. Мы обсудили конкретные пути дальнейшего укрепления нашей координации, нашего взаимодействия на многосторонних площадках, включая ООН, Содружество независимых государств, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, ОБСЕ и Организацию Черноморского экономического сотрудничества, а также наше взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества, где Азербайджан является партнером по диалогу и заинтересован в повышении своего статуса до наблюдателя. Мы будем поддерживать такое обращение. С удовлетворением отметили динамичное развитие сотрудничества на Каспийском треке, ценим конструктивное участие во всех мероприятиях, которые сейчас осуществляются в развитии решений Пятого Каспийского саммита наших азербайджанских партнеров. Обсуждали подготовку к второму экономическому форуму Каспийских государств, которые должны в следующем году состояться в Российской Федерации. Мы также, конечно же, говорили достаточно подробно о Нагорно-Карабахской проблематике, наш общий настрой, как я понял, на продолжение процесса урегулирования, и в этом смысле важно обеспечить необходимую атмосферу для того, чтобы наладить стабильный, устойчивый процесс переговоров. Не ради переговоров, конечно же, а нацеленных на достижение мирного решения карабахского вопроса. Со своей стороны и в национальном качестве, и как один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, мы будем всячески содействовать созданию таких условий. В целом, я весьма и весьма вдовлетворен нашими первыми переговорами, выразил признательность азербайджанскому коллеге за то, что он принял наше приглашение и в числе первых своих визитов посетил Российскую Федерацию. Надеюсь, что мы такое общение продолжим, и оно будет регулярным. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые участники пресс-конференции, дамы и господа. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить Сергея Викторовича Лаврова за приглашение посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в качестве министра иностранного дела Азербайджанской республики. Также хотел бы выразить благодарность российским коллегам за гостеприимство, оказанное мне и членам нашей делегации. Надеюсь, что мой визит, встречи и обсуждения с российскими партнерами принесут вклад в развитие диалога между нашими странами. Отношения между Азербайджанской республикой и Российской Федерацией являются успешным примером стратегического партнерства и добрососедства. Это партнерство опирается на взаимопонимание и доверительные контакты президентов Азербайджана и России. Существует успешная практика взаимных визитов на уровне глав государств, представителей высшего политического руководства наших стран, руководителей парламентов, министерств и ведомств. Надеемся, что данные визиты в скорейшем времени будут полностью восстановлены, как только позволит ситуация. Как уже было отмечено, Россия является важным торговым партнером Азербайджана. Объем товарооборот в 2019 году превысил 3 миллиарда долларов и рост по сравнению с 2018 годом составил 18%. В текущем году, несмотря на ограничительные меры, темпы роста несколько снизились, но при этом сохранили позитивную динамику. Россия инвестировала в азербайджанскую экономику более 5 миллиардов долларов США. Объем азербайджанских инвестиций в российские компании достиг уровня 1,2 миллиардов долларов. При всем при этом с чувством удовлетворения хотел бы отметить, что успешное экономическое сотрудничество между нашими странами не ограничивается только двухсторонним форматом. Россия и Азербайджан являются инициаторами и активными участниками транзитных международных коридоров, таких как Север-Юг, Север-Запад. Они являются важным элементом международного транзита, и что особенно отрадно, в период ограничительных мер, связанных с пандемией, объемы перевозок не только уменьшились, но и продолжают расти. Общая история наших стран создает благоприятную, благодатную почву для сотрудничества в гуманитарной сфере, включая культуру, образование, науку. Изучение русского языка и литературы, обучение на русском языке в средних школах и высших учебных заведениях традиционно в нашей стране пользуется поддержкой государства. В этом году мы отмечаем 75-летний юбилей победы над фашизмом. Азербайджан внес большой вклад в великую победу. Наши деды сражались вместе плечом к плечу. Мой визит начался с возложения венька к могиле неизвестного солдата и почтения памяти погибших. Сегодня Азербайджан и Россия сотрудничают в борьбе с новой общемировой угрозой. И в этой связи я хотел бы выразить благодарность российской стороне за поддержку в борьбе с пандемией. Особо хотел бы отметить командирование российских специалистов в Азербайджан. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЯ, постоянным членом Совета безопасности Организации Объединенных Наций, крупнейшей региональной державой, имеющей давние и тесные связи с регионом Южного Кавказа. В этой связи мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, хотел бы отметить, что подвижек в урегулировании конфликта не наблюдается. Армения продолжает удерживать под оккупацией 20% международно признанной территории нашей страны. Из этих территорий было изгнано исконное азербайджанское население, чьи дома заселяются этническими армянами из-за рубежа, включая страны Ближнего Востока, что, в свою очередь, является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в первую очередь, Женевских комменций. Армения продолжает подрывать мирный процесс под эгидой ОБСЕ. Деструктивная позиция Армении привела к эскалации обстановки 12-16 июля сего года. Вооруженные силы Армении нанесли удары как по военным позициям Азербайджана, так и по мирным селам. Была предпринята попытка захвата азербайджанских территорий. Среди жертв данной агрессии оказался в том числе 76-летний житель азербайджанского села, который погиб во дворе собственного дома. Данная акция является запланированной провокацией армянской стороны, которая преследует несколько целей. Руководство Армении пытается отвлечь внимание от внутриполитических и социально-экономических проблем, которые еще более усугубились из-за провальной политики правительства в борьбе с пандемией. В то же время хотел бы отметить, что данная провокация была устроена на Таусском участке армяно-азербайджанской государственной границы, которая находится на большом расстоянии от зоны Карабахского конфликта. По данной территории проходят нефть и газопроводы, экспортирующие энергоресурсы из бассейна Каспийского моря на мировой рынок. К сожалению, также хотел бы отметить, что военные провокации Армении продолжаются с точки зрения цели дестабилизации ситуации. Так, ранним утром 23 августа разведывательная диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку атаки азербайджанских позиций. Атака была отбита, командир разведгруппы был взят в плен. Позиция Азербайджана по урегулированию конфликта опирается на нормы и принципы международного права, а также документы, принятые международными организациями, в первую очередь резолюции Совета безопасности ООН. Считаем, что мирное урегулирование конфликта может быть основано на освобождении азербайджанских территорий от оккупации и возвращении беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам. Учитывая все вышесказанное, считаем, что международное сообщество, страны-сопредседатели должны оказать влияние, подействовать с тем, чтобы Армения заняла более конструктивную позицию для продолжения субстантивных переговоров. Политические, экономические, культурные и иные связи между нашими странами подчеркивают важность и актуальность укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Мы уверены, что данное сотрудничество отвечает национальным интересам наших стран, а также играет важную роль в укреплении мира, безопасности и стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне. Благодарю за внимание. Пожалуйста, Москва-Баку. Анна Усанова, информационное агентство Москва-Баку. Вопрос к обоим министрам. Господин Байрамов уже частично ответил на вопрос, но все же, какими вы видите перспективы Нагорно-Карабахского урегулирования после эскалации на границе между Азербайджаном и Арменией? С чем связано то, что урегулирование не выходит на финишную прямую? Азербайджан во время эскалации говорил о необходимости большей результативности в переговорах и работе посредников, а также смене механизмов выполнения резолюции САВБЕЗООН. Можно ли в этой связи говорить о необходимости обновления подходов к урегулированию? Останется ли той же база наработанная? И какие есть ли взаимопонимания между Москвой и Баку в этом вопросе? И, собственно, какие сейчас шаги подразумеваются в урегулировании встречи, в том числе гуманитарные шаги? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Благодарю за вопрос. Я хотел бы отметить и конструктивная позиция Азербайджана в переговорном процессе. Азербайджан закреплена реальными действиями. Несмотря на продолжающуюся оккупацию территорий, 20% территории Азербайджан, около 30 лет продолжает находиться за столом переговоров. И мы верим, что мы являемся приверженцами политического урегулирования конфликта. При всем при этом мы считаем, что существует достаточно серьезная нормативно-правовая база, и считаем, что переговорный процесс должен идти относительно документов, принятых международными организациями. Как я уже отметил, в первую очередь это четыре резолюции Совета безопасности, Организации объединенных наций и ряд других документов, которые в последующие годы были приняты международными организациями. С этой точки зрения, как уже было отмечено, мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса, но мы считаем, что переговорный процесс должен идти вокруг очень конкретных вопросов, переговорный процесс должен быть субстантивным, а не имитацией переговорного процесса. Мы считаем, что все действия и все заявления, которые делаются, и которые слушают подрыву переговорного процесса, должны осуждаться как международным сообществом, так и в первую очередь с сопредседателями минской группы ОБСЕ. Спасибо. Я согласен с тем, что руководствоваться надо, конечно же, теми решениями, которые приняты международным сообществом, включая и резолюции Совета безопасности ООН, которые преследовали немедленную задачу в то время остановить войну, и включая, конечно же, разработанные на последующих этапах уже параметры переговорного процесса с целью мирного урегулирования. Эти рамки разрабатывались в рамках ОБСЕ, где была создана Минская группа, сопредседателями которой сейчас являются Россия, Соединенные Штаты и Франция. И по линии сопредседательства Минской группы ОБСЕ вместе с сторонами, с Арменией, с Азербайджаном, наработан целый массив документов с разной степенью детализации подходов, но единых в главной своей цели решать проблему на основе принципов, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций и в Хельсинском заключительном акте ОБСЕ. Есть целый ряд документов, под которыми стоят подписи президентов и министров иностранных дел Азербайджана и Армении вместе с сопредседателями, с Россией, Францией и Соединенными Штатами Америки, где пусть в самых общих чертах, но закреплен комплексный подход к урегулированию, который должен в итоге вывести нас на окончательное решение этой проблемы. И, отвечая на ваш вопрос, сохраняется ли база для дальнейших усилий, как повысить их результативность, ну, база, я еще раз говорю, наработана достаточно серьезная, и было бы печально потерять эту базу. Такие попытки, к сожалению, мы видели, включая попытки изменить состав переговорщиков, что сопредседателям неприемлемо, и мы об этом публично заявляли. Но более интенсивные переговоры, конечно же, не помешали бы. Сопредседатели планировали, по крайней мере, посетить в следующем месяце регион Баку и Ереван. Планировалось и на каком-то этапе организовать очередной контакт между министрами иностранных дел с помощью сопредседателей, для того, чтобы все эти планы состоялись, мы говорили об этом сегодня, конечно, необходимо нормализовать ситуацию, включая прекращение каких-либо инцидентов уже не в районе Карабаха и сопредельных районов, а в районе непосредственно Азербайджана-армянской границы, о чем мой коллега сегодня говорил. Мы очень рассчитываем, что то, что произошло в июле, больше не повторится, и будем вместе с другими заинтересованными странами, с друзьями Азербайджана и Армении всячески этому способствовать. Здравствуйте, Азербайджанское телевидение АС-ТВ, Закир Мусаев. Мне вопрос к господину Байрамову, вы уже частично тоже затронули эту тему. Хотел бы узнать, какое место занимает изучение русского языка в стратегии Азербайджана по интеграции в образовательно-научное пространство? Спасибо. Спасибо. Я упомянул в своем выступлении очень важный аспект гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Уважаемый Сергей Викторович также отметил про успешную деятельность с 2008 года филиала Московского государства университета имени Лобоносова в Баку с 2015 года, 1-го Московского медицинского университета имени Сеченова. Что касается системы среднего образования, должен отметить, что в Азербайджане действует 341 школа, где с преподаванием на русском языке и в этих школах получают образование почти 140 тысяч учеников. Те элементы, которые мы указали, в дополнение к ним в последние годы достаточно широко развивается формат сотрудничества между высшими учебными заведениями с точки зрения обмена студентов, с точки зрения совместных научных изысканий. Также сегодня было отмечено о запуске целого ряда программ двойных дипломов между азербайджанскими и ведущими российскими вузами. Разрабатывается дорожная карта с точки зрения совместной деятельности по развитию, по направлению инноваций, где будут задействованы образовательные и научные центры России и Азербайджана. Очень хорошее сотрудничество происходит с точки зрения подготовки одаренных детей. По нескольким направлениям я могу ответить, что центры подготовки к мировым олимпиадам есть очень широкое сотрудничество между азербайджанскими центрами и российскими центрами. И хотел бы отметить, что в последние годы результаты азербайджанских олимпиадников, если так можно сказать, они практически по всем направлениям очень серьезно растут. Я считаю, что данное направление очень перспективно и будет также продолжаться. Азербайджан и Россия ведут сотрудничество в трехсторонных и четырехсторонных форматах, и в частности, как развивается торгово-транзитный коридор Северюг. Спасибо. Спасибо. Что касается сотрудничества в трехстороннем формате, четырехстороннем формате, абсолютно важно отметить, что мы считаем данное направление очень перспективным. Трехсторонний формат, он и то направление торгово-транзитное, в том числе интеграция энергетических систем, сейчас находится на стадии рассмотрения и проработки. Это серьезное сотрудничество между Россией, Азербайджаном и Ираном. С этой точки зрения, в последние годы было сделано очень много работ, и результаты этого мы видим, результат заключается в том, что, как уже было отмечено, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, объемом перевозок по данным маршрутам, и по маршруту Север-Юг, и по маршруту Север-Запад через территорию Азербайджана, Грузии и Турции в период пандемии увеличились. В настоящее время прорабатываются между азербайджанской и российской стороной дополнительные меры по усовершенствованию процедур прохождения через контрольно-пропускные пункты. В декабре 2019 года был сдан в эксплуатацию новый мост через реку Самур на границе Азербайджана-Россия. Азербайджан для более успешной работы данного коридора уже завершил строительство новой современной магистрали Баку-граница Ирана. В течение следующих нескольких месяцев аналогичная работа будет завершена. Дополнительно новая трасса международного уровня Баку-граница России. Когда мы говорим про данное сотрудничество, мы также должны отметить особо, что страны Азербайджан вместе с Россией и с Ираном в период, в то время, когда многие маршруты закрывались, на них накладывались ограничения, проработка всех вопросов, естественно, с учетом соблюдения всех эпидемиологических норм, за короткий период времени были проработаны новые стандарты, и соответствующие структуры наших стран очень оперативно их имплементировали. В результате этого мы имеем достаточно хорошую картину именно в данном аспекте. Я могу только подтвердить все вышесказанное, активно поддержать те планы, которые между нашими соответствующими ведомствами экономическими, транспортными существуют и активно реализуются, включая участие в сооружении транспортного коридора «Север-Юг», в котором вместе с нами также взаимодействует Исламская Республика Иран, и коридора «Восток-Запад», где уже Турция является партнером в трехстороннем формате. Был упомянут очень важный объект строительства нового моста и пуск его в эксплуатацию через реку Самур – это решение президентов, которое эффективно было реализовано. Сейчас из конкретных вопросов, которые помогут нам продвигаться в создании упомянутых международных транспортных коридоров, я упомянул необходимость достроить иранский участок железной дороги Решта-Астара. Сегодня мы также говорили о заинтересованности наших стран в продвижении маршрута Астара-Баку-Астрахань. Это тоже в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Ну и энергомост «Россия-Азербайджан-Иран» тоже весьма актуальный, востребованный проект. Конечно, все это проще было бы делать и эффективнее, и полезнее для многостороннего сотрудничества в рамках создания такого коридора, если бы не было нелегитимных односторонних санкций против Исламской республики Иран. Но и в этой ситуации мы, тем не менее, я уверен, все замыслы наши реализуем, что пойдет на пользу огромному региону этой части Евразии. Завершеннейший вопрос, пожалуйста, Мир. Добрый день, Анна Парпура, телеканал «Мир». У меня вопрос к обоим министрам, что Москва и Баку совместно предпринимают для борьбы с коронавирусом, и идут ли переговоры о поставке российской вакцины «Спутник Ви» в Азербайджан? Спасибо. Ну, я скажу два слова. Как мы уже упомянули, наши президенты обсуждали эту тему. Сотрудничество осуществляется. Мы по просьбе наших азербайджанских друзей поставили тест системы, 12 тысяч. Наши врачи посетили Азербайджанскую республику для обмена опытом со своими коллегами. И вакцина, да, мы проинформировали, и на уровне президентов эта информация была передана в недавнем телефонном разговоре, проинформировали Баку о создании нашей вакцины, на которую, интерес которой уже проявили представители, по-моему, порядка 20 стран. Конечно, мы будем готовы, как только наладится промышленное производство этой вакцины, в первую очередь реагировать на обращение наших близких друзей и соседей. Спасибо. В дополнение к тому, что сказал Сергей Викторович, в дополнение к тем консультациям и взаимной поддержке, которая была очень оперативно организована с первых дней, в течение которых весь мир, включая наши регионы, наши страны, столкнулись с пандемией коронавируса, большое количество видеоконференций между специалистами было организовано, постоянные консультации проходили. Я отметил на своем выступлении командирование российских врачей было очень высоко оценено в Азербайджане, про тест-системы Сергей Викторович отметил. Я также хотел бы отдельно отметить элемент сотрудничества между соответствующими органами наших стран с точки зрения организации отправки граждан России, находящихся в Азербайджане и граждан Азербайджана, находящихся в России. Это и по воздушному коридору, специально организованные рейсы, а также через границу Азербайджана-России на территории республики Дагестан. За это время могу сказать о том, что около 5 тысяч граждан России было отправлено из Азербайджана в Россию, и около 8 тысяч граждан Азербайджана из России в Азербайджан. Мы с большим вниманием отслеживаемся и очень заинтересованы в информации, которую мы получаем относительно новой российской разработки. Сегодня коллеги нам сказали, что уже на подходе вторая российская вакцина, и мы, естественно, очень заинтересованы в плане того, чтобы все международные... Мы, как стран-участник Всемирной организации здравоохранения, придерживаемся рекомендаций ВОЗ, и с этой точки зрения прохождение вакцины, аккредитация ее ВОЗ для нас является очень важным элементом, и я думаю, что это является еще одним направлением, в котором Азербайджан и Россия могут и будут очень успешно сотрудничать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, пожалуйста.